Этой ночью Иран нанес авиаудары по военным базам США в Ираке. Речь идет о как минимум 15 баллистических ракетах. Обстрелу подверглись база Айн-Аль-Асад и аэропорт Эрбиля. Пока не ясно, есть ли жертвы и удалось ли избить снаряды американским системам ПВО. Атаку подтвердили в МИДе Ирана. Иран предпринял и притворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Ударив по базе, с которой совершалось трусливо вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц. Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя перед лицом любой агрессии. Атака стала ответом на убийство генерала Касима Сулеймани. Заявили в корпусе стражи исламской революции и пригрозили. Если США решат ответить на этот обстрел, следующие ракеты Ирана полетят уже в сторону территории США. В Белом доме активно обсуждают ситуацию. Вокруг резиденции повышены меры предосторожности. Сообщается также о звонке главы Пентагона Марка Эспера в офис премьер-министра Ирака. Ситуацию в Твиттере комментирует и Дональд Трамп. Все в порядке. Ракеты были выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Количество жертв и нанесенный ущерб выясняются. Пока все идет хорошо. На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире. Я сделаю заявление завтра утром. Несмотря на успокоение главы Белого дома, тревожные новости сообщают сирийские СМИ. В сторону Ирака выдвинулись американские войска, расположенные на территории Сирии. А Федеральное управление гражданской авиации США запретило полеты американским авиакомпаниям не только над территориями Ирана и Ирака, но и над Персидским и Оманским заливами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова